Виновные спецслужбы, работающие против России. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в телеграмме убийство в пригороде Вены 4 июля 43-летнего выходца из Чечни Анзора Умарова. Друзья, я ждал и наблюдал, как развиваются слухи вокруг событий в Вене. В итоге снова убедился в предвзятости информационной машины, которая раскрутила версию о моей причастности, не имея официальных заявлений следственных органов. И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России и, в частности, меня. Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой. Это им не нравится. Как пишет Кадыров, продажные глашатые получают плату за свою работу, а потом их убивают как расходный материал. Еще до того, как за оскорбление согласно своим традициям, спросят сами чеченцы. 7 июля в Вене перед зданием российского посольства прошла протестная акция в связи с гибелью Анзора Умарова. На нее собрались около 70 человек. Они утверждали, что ответственность за убийство несут российские власти и лично Рамзан Кадыров. На акции звучали и имена других чеченцев или связанных с Чечнёй людей, подвергшихся нападениям за рубежом в последние годы. «Да, мы знаем, что могло произойти. Именно поэтому нас так мало здесь сегодня. У всех у нас остались родные в Чечне. Они не в такой безопасности, как мы. Но я и не могу сказать, что в Европе мы чувствуем себя в безопасности, потому что мы все видим, что произошло с Анзором». Имя убитого австрийская полиция официально не называет. Источники в чеченской диаспоре рассказали Радио Свободная Европа, Радио Свобода, что жертвой преступления стал Мамихан Умаров, также известный как Анзор из Вены. В Австрию Умаров, бывший чеченский сепаратист, перебрался в 2005 году и два года спустя получил в этой стране убежище. Местные документы были выписаны на имя Мартина Бека. «Сегодня мы здесь, потому что Анзор Умаров был убит. И мы хотим противостоять этому и показать, что не боимся, что бы ни случилось. Нас никто не запугает. Вот почему мы здесь». С февраля этого года Анзор Умаров вел YouTube-канал, в котором критиковал Рамзана Кадырова. Большинство размещенных им видео заканчиваются оскорблениями в адрес лидера Чечни и людей из его близкого окружения. Блогер также нередко обвинял российские спецслужбы в причастности к убийствам в европейских странах бывших чеченских сепаратистов. Одновременно австрийская газета «Курьер» написала о криминальном прошлом Умарова, что в Австрии он проходил по делам об обороте оружия, вымогательстве и страховом мошенничестве и некоторое время провел в тюрьме, выйдя оттуда летом прошлого года. Помимо расправы, связанной с организованной преступностью, следствие изучает версию политического убийства Умарова. В рамках расследования арестованы двое уроженцев Чечни. Оба они живут в Австрии с начала 2000-х годов. Опрошенные сайтом «Кавказ Реали» представители чеченской диаспоры в Европе назвали Анзора Умарова не последним в череде преступлений против критиков Рамзана Кадырова. Правозащитные группы не раз обвиняли Кадырова, который руководит Чечню с 2007 года, в многочисленных нарушениях прав человека, включая похищения, пытки, внесудебные расправы, а также в убийствах политических и личных противников как в России, так и за рубежом.